Звездная вечеринка Мерта Аласа, на которой присутствовали все. Югче Бахадыр на Каннском кинофестивале. Галопремьера сериала Ру с Мерьем Юзерли и Бураком Беркаем Ангюлем. Добрый день, друзья! В эфире наша рубрика «Ежедневные новости турецких сериалов». Я отвечаю на ваши вопросы по вторникам, ну а в остальные дни вы можете следить за новостями Турдизи в нашей группе. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Чаатай Лусой выложил новые фото в свой аккаунт в социальных сетях со съемок сериала «Кюбра», напоминая о скором выходе второго сезона. А я напоминаю, что производством сериала занималась компания OGM Pictures по роману «Овшина Кума». Режиссеры «Братья Таиланд» хорошо знакомы нам по сериалу «Великолепный век». Премьера второго сезона на Netflix состоится 6 июня. Мерт Алас опубликовал новые фото со своей вечеринки «Привет, лето», на которой он рекламировал свой бренд 71GIN в оркестра. Как видите, действительно присутствовали все. Чаатай, Беркан Сакулу, Кирем Бюрсин, Серинай Сарикая, Эджи Сюкан, Берак Тюдюна Тач и многие другие. Фотографии, конечно, прекрасные. Действительно, у него получается отличное качество. Не все делал, естественно, Мерт Алас, но, видимо, те люди, которые занимаются вместе с ним, умеют построиться под мастера. И фотографии отличаются высоким качеством, которому можно только позавидовать. К сожалению, у турецких фотографов часто не очень красивые фотографии получаются, и мы, как всегда, на них немножко ругаемся. Здесь действительно чувствуется класс. И, кстати, характер человека очень хорошо отражен. По лицу Чаатая я прекрасно могу различить, как ему вот это вот все не нравится и как ему хочется быть на рыбалке. Тогда как Кирем Бюрсин чувствует себя в своей тарелке, рад и замечательно проводит время. Также радуется и Бурак Денис. Кыванч Татлыту, который в последние 14 лет принимал участие в нескольких успешных рекламных проектах, включая рекламу джинсов и подгузников, вместе со своей женой Башак Дизер, стал новым лицом бренда дезодорантов. Ранее он также представлял интернет-магазин и бренд Бретф, который раньше сотрудничал с футболистом Мерихом Демиралом. Реклама с Кыванчем была снята на этой неделе. Как мы видим, Кыванч очень активно снимается в рекламе, и это, можно сказать, его основной заработок, поскольку и в сериалах, и в фильмах столько не заработаешь, сколько на одном рекламном контракте. Но, разумеется, непопулярных актеров такие рекламные проекты не приглашают. Чтобы быть популярным у рекламодателей, нужно прежде всего быть популярным у нормальных обычных зрителей. Так что приходится работать, сниматься и в сериалах, и в фильмах, ну а зарабатывать на рекламе. Не вижу в этом ничего предосудительного. Он выбрал публичную профессию, которая предполагает демонстрацию себя, в том числе и в рекламных роликах. Что он выбрал, тем он и занимается. Размышлять на тему, что это вроде бы как стыдно, я думаю, не стоит. Если стыдно, то лучше идти бухгалтера. Очень любопытная, занимательная новость. Оказывается, Демет Эвгар, которая исполнила роль Джульетты в сериале «Бахар», напоминаю, что они вместе с сериальным мужем изображали Ромео и Джульетту в детской постановке в школе, на самом деле надела на съемки свое настоящее свадебное платье. Нет, не думайте, что там такая бедность, что подходящего платья не смогли найти костюмеры. Конечно, компания «Медьяпым» одна из самых богатых на рынке. Сериал «Бахар» — суперхит, и уж костюмами Демет обеспечивают по полной программе. Просто у нее возникло такое желание показать еще раз свое свадебное платье. А у вас никогда такого желания не возникало? Обычно один раз наденешь это платье, и потом оно всю жизнь лежит в шкафу. А тут, по случаю, захотелось ей немножечко пофорсить. Почему бы и нет? Известный блогер телевизиончо Адам отмечает, что продюсеры стремятся задействовать известных актеров в новых сериалах осеннего сезона, рассчитывая на успешные продажи за пределами страны. Тем не менее, он считает, что большинство этих проектов не вызывает интереса. Все как всегда. Я уже не раз вам говорила о том, что продюсеры приглашают звезд и суперзвезд именно в расчете на то, что их имена позволят продать сериалы за пределы Турции, поскольку сейчас в основном зарабатывают они именно на международных продажах. Но всё не так просто. Звёзд очень сложно уговорить на проект со слабым сценарием. Да, иногда нужны деньги, да, иногда актёр соглашается на проходную роль. Что поделаешь, у нас тоже в жизни бывают такие ситуации, когда работа не очень греет, но надо, потому что нужно содержать семью. Но, как правило, у звёзд как раз денег хватает, поэтому заинтересовать их слабым сценарием вряд ли получится. А пока сильных сценариев, похоже, нет. Сценарий — это главная беда турецкого, к сожалению, телевидения, и она, похоже, в этом сезоне, точнее в сезоне осени-зимы следующего года, не будет улучшаться. Отчасти это связано ещё и с тем, что всех хороших сценаристов забирают сейчас цифровые платформы, где и работать попроще, и полегче, и платят побольше. Поэтому найти хороших авторов сценария для телевизионных сериалов становится всё сложнее. Замечательная турецкая актриса Гепче Бахадыр вместе со своим супругом Эмиром Эрсуем представляет ювелирный бренд Роберто Браво в Каннах. Те, кто считает, что Канны — это чисто кинофестиваль, глубоко заблуждаются. С самого начала он формировался не только как фестиваль кино, но и как коммерческое предприятие, на котором, во-первых, представляют новые фильмы вне программы, причём самые крутые — голливудские, да и болливудские тоже бывают, показывают. Кроме того, там представляются различные международные марки, ювелирные бренды, бренды мороженого, одежда, естественно, в первую очередь на красной ковровой дорожке и так далее и тому подобное. Плюс туда слетаются различные старлетки, которые пытаются привлечь внимание продюсеров, позируя на пляже. Вообще это одна из визитных карточек именно Каннского кинофестиваля, где на пляже фотографы делают снимки молодых звёзд, пытающихся пробиться в мировом шоу-бизнесе. Так что представление ювелирных брендов на красной ковровой дорожке — это вполне нормальная вещь. Турецкая пресса сообщает, что Джан Яман получил предложение от семьи из Дубая о встрече и ужине, которая сопровождалась щедрым вознаграждением в 1 миллион евро. Но актёр его не принял. Также Кыванч Тадлыту был приглашён на открытие магазина в Кувете с предложением в 350 тысяч долларов. Но он также отказался. Я не знаю, где здесь правда, а где попытка попиариться. Да и знать не хочу. На самом деле богатые дубайские семьи действительно могут пригласить известных актёров, певцов и не только турецких, но и международных. Причём даже самые большие голливудские звёзды приезжают на подобные мероприятия и с удовольствием и поют, и встречаются с арабскими шейхами. Ничего такого в этом нет. Но если по каким-то причинам Джан и Кыванч от этого отказались, то это их право. Что-то говорить по этому поводу, я думаю, мы не можем. Это их решение и их карьера. Вчера состоялась голопремьера нового сериала «Ру», главной роли в котором исполнили Мирьем Узерли и Бурак Беркай Агюль. Зрители смогут увидеть его на платформе «Гейн» с 24 мая. Я напоминаю, что первоначальная компания «Медьяпым» Фатиха Аксуя готовила этот проект для цифровой платформы «Дисней Плюс». Но когда «Дисней Плюс» отказался от своих турецких проектов, они передали права на сериал непосредственно уже «Фатиху Аксою», и тот продал его на «Гейн», который сейчас активно покупает различные проекты, причем достаточно хорошего качества, и пытается вырваться вперед, соревнуясь с лидерами турецкого рынка, то есть «Глу ТВ», «Нетфликс» и «Амазон». Согласно последним сообщениям в турецкой прессе, Ибрагим Челикуль сделал предложение Натали Ярджан. После положительного ответа актер радостно сообщил друзьям «Готовимся к свадьбе». Эту информацию сообщил таблоид Поста, и я бы относилась к ней очень осторожно, поскольку Поста один из самых желтых изданий Турции, и насколько она правдива, или они просто сочинили на основании слов Ибрагима, который сказал «Может быть и поженимся» в одном из интервью, пока не совсем понятно. Так что подождем, посмотрим, если это правда, то летом уже будет все понятно. Бельсен Алтунташ сообщает, что Эмре Алту, исполняющий роль Архана Кархана в сериале «Зимородок», может покинуть каст проекта, однако эта информация пока не подтверждена. Также в следующей серии вновь появится Буче Гусе Караман в роли Пелин. У Буче подписан контракт на второй сезон, так что неудивительно, что ее героиня периодически появляется и портит настроение всем поклонникам. Я понимаю, что персонаж неприятный, но давайте не будем переносить неприязнь на актрису. Она просто исполняет то, что написано в сценарии, и не более того. Что касается Эмре Алтуа, то здесь вопрос более простой. Он подписал контракт на два сезона и пока, видимо, не хочет его продлевать. Возможно, его уговорят. В таком случае отец Ферита останется в доме Карханов и продолжит мучиться со своими женщинами. Если же нет, то его вынесут вперед ногами по турецкой традиции. Тут турки себе, конечно, не изменяют. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за среду 22 мая. Сериал «Основание Осман» вырос в Тотал и в Абе. Проект продюсера Мехмеда Баздаа удерживает аудиторию уже пять лет подряд и уверенно идет на шестой сезон, в котором продолжат работать полюбившиеся зрителям актеры, в том числе и исполнитель главной роли Бурак Ощевит. Станет ли шестой сезон для него заключительным, пока неизвестно. Однако уже объявлено официально, что телеканал АТВ намерен и дальше продолжать исторический проект, рассказывая историю следующего султана Османской империи Архана. Сериал «Запах сундука» потерял в Тотал, но вырос в Абе. В этой серии с проектом попрощался исполнитель главной роли Митин Акдульгер, что стало для зрителей очень неприятным сюрпризом. Как поведет себя аудитория, которая потеряла любимого персонажа, предсказать довольно сложно. Однако сериал получил зеленый свет на второй сезон. Сериал «Камень, ножницы, бумага» вырос в Тотал и в Абе. Проект телеканала «Канал-Д» не показывает больших результатов, однако довольно стабилен и благодаря этому был продлен на второй сезон. Сериал «Моя прекрасная жизнь» потерял в Тотал и в Абе. Проект продюсера Кирима Чатая близится к своему завершению и, в принципе, рейтинги уже не имеют значения. Хотя поклонникам, конечно же, хотелось видеть достойный финал. Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова